Добрый вечер, друзья! Клиенты компании Амаркетс, трейдеры, инвесторы. Поставьте, пожалуйста, в чате плюсики, если есть звук, если есть видеотрансляция, если вы меня хорошо видите, слышите. Замечательно, вижу плюсы, пошли в чат. Рад всех приветствовать на очередном вебинаре, что такое криптовалюты и как на них заработать. Представлюсь, меня зовут Калин Виктор Юрьевич, являюсь практикующим трейдером, финансовым аналитиком компании Амаркетс. Сегодня я буду проводить для вас данное мероприятие. Сегодня мы с вами поговорим на, наверное, самую актуальную тему прошлого и текущего года, а это криптовалюты. Обсудим основные тенденции, разберем то, что произошло на рынке и сделаем некоторые прогнозы на будущее, то есть определим какие-то основные тенденции, на которых можно будет заработать в ближайшее время. Соответственно, у кого проблемы с видеосвязью, попробуйте обновить страницу, возможно, какие-то проблемы есть с браузером. Вижу то, что в основном у всех связь в порядке. Давайте постепенно уже будем переходить к теме нашего сегодняшнего вебинара. Еще раз напомню, что такое криптовалюты и как на них заработать. Сегодня этому посвящен наш с вами вебинар. Я так понимаю, то, что регулярно на наш вебинар заходят как и уже опытные трейдеры, которые имели опыт и сталкивались с криптовалютой. Так и трейдеры начинающие, поэтому буквально в течение нескольких минут мы с вами поговорим о том, что вообще из себя представляет рынок криптовалют. И, собственно, поясним, чем он может быть для каждого из нас с вами полезен. Напоминаю, то, что все вопросы, которые вас интересуют касаемо рынка криптовалют, вы можете задавать в общий чат. По ходу вебинара, а также в конце данного мероприятия, выделим некоторое время для того, чтобы ответить на все интересующие вас вопросы. Поэтому все то, что вас интересует, прошу непосредственно писать в общий чат. Давайте постепенно начинать. Собственно, криптовалюта, что это вообще такое? Это такой актив, который является полностью цифровым или виртуальным, как его можно еще по-другому назвать. То есть в отличие от привычных нам с вами средств платежа, то есть денежные средства, например, и возьмем валюты, которые мы обычно пользуемся, рубли, доллары у каждого, она может быть разной. Соответственно, криптовалюту мы не можем потрогать, не можем ее обналичить, скажем так, то есть прийти и расплатиться ей вживую. Она находится на специальных носителях, кошельках так называемых, откуда мы уже и можем совершать все необходимые нам транзакции. Как бы в этом, наверное, и состоит такая самая наибольшая разница. Это если говорить с позиции, допустим, начинающего трейдера, если хочется понять, что вообще такое криптовалюта, нужно сначала для себя определить то, что это полностью цифровой или, по-другому, виртуальный актив. Для чего они были созданы, для чего они предназначены? Естественно, для расчетов и платежей, то есть для того, чтобы впоследствии ими можно было совершать транзакции и получать, соответственно, за это определенное вознаграждение или какой-то материальный актив. То есть, в принципе, благодаря криптовалюте это со временем уже становится возможным. То есть те люди, которые имеют на своих кошельках определенную долю биткоинов или других криптовалют, в последующем имеют возможность ими расплачиваться в определенных моментах, совершая те или иные действия. Ну и, наверное, основной критерий, по которому сейчас многие инвестируют в криптовалюту, это, естественно, цель заработать на разнице курсов, то есть так называемый заработок на спекуляции. То есть купить дешевле и в последующем продать дороже. Соответственно, многие за последнее время пришли на рынок криптовалют именно за этим, то есть у каждого есть желание, естественно, приобрести для себя определенную долю криптовалюты, различной, то есть сейчас такого сильного приоритета в той или иной монете мы не видим со стороны инвесторов. Каждый пытается по-своему, используя различные инструменты, заработать на разнице криптовалют. Благо, этот рынок позволяет это делать с успехом, опять же, опираясь на, например, статистику прошлого года, когда люди просто с молниеносной скоростью богатели, как раз благодаря растущим криптовалютам. Стоит отметить биткоин, например, випл, которые показали существенный прирост. Например, тот же самый биткоин за 2017 год вырос более чем на 1000%. То есть, согласитесь, это просто астрономические проценты, астрономические суммы, которые сложно заработать, торгуя на любых других финансовых рынках. Ну и, соответственно, самой популярной криптовалютой на рынке является биткоин. Она одна из первых, которая появилась на рынке, и традиционно является самым популярным активом для любого трейдера или инвестора, который приходит на рынок криптовалюты. Почему биткоин? Потому что, естественно, он существует уже с 2008 года. То есть, если оглянуться назад, то можно посмотреть, что срок его существования уже достаточно велик, уже порядка 10 лет данный актив торгуется на рынке. Его популярность, конечно, больше всего пришла именно на 2017 год, когда курс криптовалюты еще в начале года был ниже 1000 долларов, а уже к концу года составлял примерно 20 тысяч долларов. То есть, это просто астрономический взлет, и никто не мог предположить, что такое вообще может произойти. Но благодаря инвесторам, благодаря трейдерам, которые своим активным спросом изо дня в день побивали хитировки биткоина наверх, соответственно, мы увидели вот такие вот чудеса, скажем так. Потому что, согласно истории, не каждый актив вообще на рынке на такое мог быть способен. В чем главное преимущество заключается криптовалюта? Это, естественно, принцип анонимности при расчетах. То есть, в отличие, допустим, от привычных нам с вами платежей по банковской карте, где наши данные, они многим, не то чтобы многим, но тем не менее они распространяются в сеть, так или иначе, банки, они в любом случае эту информацию отслеживают. В криптовалютах существует принцип анонимности, где видны только кошельки. То есть, информацию у вас никто получить не может. И как раз именно благодаря этому данные активы обрели такую серьезную популярность среди трейдеров, инвесторов. То есть, несмотря на то, что данные активы, по сути, практически ничем не подкреплены, то есть, ну, как бы в технологию блокчейна верят многие, и, соответственно, многие известные политики и крупные финансовые чиновники высказывались о том, что это технология будущего. И, соответственно, собственно, здесь можно отметить тот факт, что действительно это так. Сейчас популярность рынка криптовалюта находится не на своем еще пике, наверное. То есть, возможно, в дальнейшем у нас еще ожидают какие-то стремительные взлеты, возможно, и падения, как это было как раз с биткоином, например, в конце 2017, в начале 2018 года. Но, тем не менее, это достаточно серьезный рынок, которому, я думаю, каждому, на который стоит обратить. Вот. Каким образом появляются новые биткоины? То есть, принцип достаточно простой. То есть, вы можете помимо торговли, допустим, классической на рынке криптовалют, заработать новые биткоины благодаря так называемому процессу майнинга. То есть, вы получаете вознаграждение за обработку транзакций и решение задач при помощи своего компьютера. Вот. Естественно, помимо самой популярности криптовалют, да, очень активный спрос среди многих майнеров как раз появился на комплектующих этим компьютерам, которые способны в кратчайшие сроки, да, вырабатывать определенное количество криптовалют. Вот. То есть, многие заработали еще на как раз продаже различных видеокарт, да, и других комплектующих, составляющих того, чтобы начать майнить криптовалюту. Вот. Но, тем не менее, как бы все майнеры, да, преследуют только одну цель. Это, естественно, заполнить свои биткоин-кошельки, да, то есть наполнить их как можно большим количеством криптовалюты, вот. Ну, и, соответственно, в дальнейшем продать ее по более выгодному курсу. Естественно, в связи с, допустим, там, снижением курса биткоина, да, которое было за последнее время, вот. Естественно, майнинг стал более дорогим, то есть срок окупаемости любого проекта, он, естественно, повысился, ведь проект будет окупаться только в том случае, да, быстро будет окупаться только в том случае, если стоимость криптовалюты, да, она, естественно, растет. Вот. Так как сейчас на рынке криптовалют, не сказать, что там такой серьезный и бурный рост, естественно, для майнеров сейчас, для многих майнеров сейчас возникли проблемы с тем, как же, да, им эффективно заработать на данном рынке. Вот. Соответственно, количество биткоинов, да, заранее известно и ограничено. То есть, я думаю, многие из вас знают то, что около 40% криптовалюты, то есть в основном, если мы сейчас говорим про биткоин, да, то она принадлежит всего лишь тысячи кошельков. То есть, ну, на самом деле, для многих это является неким сомнением, да, потому что вот эти вот, ну, скажем так, основополагающие для спекуляции, они очень тревожны для многих трейдеров, потому что те инвесторы, которые имеют значительное количество биткоинов на своем кошельке, они, естественно, могут манипулировать рынком, да, то есть, соответственно, ну, двигать курс в том направлении, в котором им интересно, скажем так. То есть, эту составляющую тоже не стоит исключать, вот, поэтому в данном случае, ну, как бы, не каждый трейдер, да, может так с такой охотным, с таким охотным вниманием отнестись к рынку криптовалюты. Вот, где же хранятся, да, наши криптовалюты, то есть, хранение криптовалют производится, как правило, на специальных кошельках, вот, которые, естественно, находятся в сети интернет, вот, на жестком диске компьютера, на мобильном устройстве, то есть, сейчас система стала очень гибкой, да, там, по сравнению с только началом зарождения криптовалют, естественно, сейчас эти процессы оптимизируются, и сейчас, как бы, хранить биткоины стало очень-очень просто. Один из примеров, в компании Amarkets, вы можете также завести свой счет в криптовалюте, то есть, валютой счета будет выступать именно биткоин, вот, и, соответственно, благодаря вашим торговым операциям, да, также на криптовалюте, например, на том же самом биткоине, вы можете увеличить сумму своих биткоинов, да, которые потом можете, естественно, выводить на свой биткоин-кошель, что тоже немаловажно. Вот, поэтому это стоит принять во внимание, и этим, я думаю, стоит воспользоваться. Вот, в данном случае давайте поговорим о том, что может в дальнейшем, да, как бы, двигать курс криптовалют. Ну, во-первых, это, естественно, технология блокчейн, да, это технология будущего, как я уже сказал, то, что многие крупные финансисты и финансовые институты не раз высказывали свое мнение относительно криптовалют, и, естественно, говорили о том, то, что за ними будущее, за такой системой, за вот теми способами расчета, которые в них ведутся, да, и то, что в дальнейшем, возможно, они станут такой серьезной альтернативой, да, привычным нам деньгам. Вот, второй момент – это, естественно, психология трейдинга, да, это, соответственно, скажем так, эффект новизны. Несмотря на то, что биткоин существует уже порядком 10 лет, многие трейдеры, инвесторы только начинают о нем узнавать, только начинают достигать все азы и основы данного рынка, да, естественно, формируется некий интерес к данному рынку, вот, ну, и, соответственно, формируется желание, как бы, приобрести данный актив. Вот, поэтому это, безусловно, будет и дальше поддерживать курс криптовалюты. Вот, несмотря на мнение многих скептиков, да, которые говорили о том, то, что это может все в моменте рухнуть, естественно, это, скорее всего, не так, и вряд ли мы увидим подобное, потому как все-таки некий спрос, он все равно будет присутствовать. Многие уходят с рынка, многие приходят, но, тем не менее, как бы, рынок так просто, вот, если говорить про рынок криптовалюты, так просто его не обвалить. Естественно, также есть определенный интерес со стороны и инвестициональных инвесторов, да, то есть крупных фондов, как мы с вами знаем, то, что в прошлом году запустили торговлю на нескольких регулируемых биржах в Соединенных Штатах Америки с помощью специальных фьючерсных контрактов, да, вот именно на биткоин, вот, что, естественно, также подкрепляет интерес к данному активу, ну, и, соответственно, дает возможность многим инвестировать, как бы, крупный капитал, да, в данный актив. Вот, соответственно, это, безусловно, также выступает неким капитализатором к тому, что восходящее движение по многим криптовалютам может продолжиться. Вот, соответственно, дополнительные, да, как бы, способы получения, соответственно, криптовалюте, да, это ICO, например, да, можно рассмотреть и такой вариант, когда вы участвуете в качестве инвестора, то есть и покупаете так называемые токены различных компаний, да, которые в последующем, да, привлекая ваши инвестиции, развивают свой бизнес, ну, и, соответственно, токены – это такое некое подобие акций фондового рынка, где, как бы, вы в дальнейшем, да, можете получать определенную выгоду, да, от того, что, там, избавитесь от этих токенов по более высокой цене. Вот, соответственно, основной площадкой, да, для проведения ICO выступает площадкой на основе эфира, то есть за счет этого как раз она является второй по реализации монеты, да, на текущий момент в рынке, вот, и, соответственно, ее популярность также не угасает по сравнению с биткоином, даже несмотря на то, что, вот, сейчас ситуация на рынке достаточно сложная, если говорить про рынок криптовалют. Вот, и последнее, да, о чем хотелось бы напомнить, это некоторые, скажем так, моменты, да, возвращаясь к тому, как заработать на рынке криптовалют, нужно помянуть то, что есть разные технологии торговли, то есть сейчас торговлю на криптовалютах можно осуществлять с помощью различных площадок, то есть это и брокерские компании, это и криптобиржи, да, но, естественно, сейчас, как бы, уверенности во многих криптобиржах, она очень слабая, да, по причине того, что многие из них закрываются, некоторые из них замораживаются, вот, поэтому инвесторы сейчас занимаются не только поиском тех криптовалют, которые стоит инвестировать, а также инвесторы занимаются поиском тех площадок, через которые можно покупать, либо продавать, допустим, данный актив. Опять же, в сравнении с биржей, да, через брокера можно совершать разные операции, то есть не только покупку, можно зарабатывать также и на продаже актива, что, безусловно, позволит вам в разы увеличить собственную прибыль, да, потому что курс криптовалют, как и любого другого актива на финансовых рынках, не может постоянно расти. Очень часто регулярно даже, можно так сказать, происходят различные откаты, да, на которых тоже каждому хочется заработать, потому что, ну, действительно, некоторые моменты очень легко угадать, и когда вы находитесь и стоите в стороне от этого, да, ну, естественно, это не есть хорошо, поэтому торгуя, допустим, через брокерские компании, естественно, здесь вы получаете некий плюс, некий шанс для того, чтобы вам увеличить капитализацию своего собственного счета, как раз благодаря тому, что вы можете зарабатывать как на росте, так и на падении курса. Вот, в принципе, с основной частью, то есть, частью именно вводной в наш вебинар, мы сейчас закончили, вот, если есть какие-то вопросы, также напоминаю, что их можно задавать в общий чат. Сейчас у нас, мы сейчас переходим именно в терминал, то есть сейчас уже поговорим более подробно про техническую составляющую анализа криптовалют, рассмотрим сейчас основные тенденции рынка, да, определим какие-то ближайшие планы для торговли, вот, на, там, период недели, может быть, несколько недель. Вот, если со связью все хорошо, если все меня прекрасно также видят и слышат, вот, тогда я сейчас настрою демонстрацию экрана. Обязательно дайте мне знать, желательно также плюсиками в общем чате, если демонстрация экрана запущена, да, если вы видите торговый терминал, который я сейчас запустил, вот, на своем компьютере. Так, есть терминал, замечательно, тогда давайте непосредственно перейдем с вами в торговый терминал, да, и уже посмотрим, какие основные тренды и тенденции сложились на рынке криптовалют за последнее время, да, и что у нас может с вами ожидать в ближайшем будущем. Также стоит напомнить то, что в рамках компании Амаркетс есть специальная группа для всех желающих, для тех, кому интересен рынок криптовалют, в которой вы можете на регулярной основе получать торговые идеи от наших ведущих аналитиков, трейдеров компании Амаркетс, где постоянно вы будете в курсе актуальных событий рынка, и, поверьте мне, вы не упустите ни единого шанса заработать на рынке криптовалют, как раз благодаря данному сообществу. Ссылка для того, чтобы присоединиться в данную группу, будет размещена в чате, вот, всех призываю, естественно, к этой группе присоединиться, также там есть специальный чат, где вы можете пообщаться с уже присутствующими там трейдерами, как раз на тему рынка криптовалют, да, обсудить актуальные тенденции, возможно, обменяться мнениями, да, уначе это мнение по поводу тех или иных монет, вот, ну и, соответственно, получить для себя также массу полезной информации, полезной, в первую очередь, для торговли в дальнейшем. Итак, давайте тогда переходим уже непосредственно на графики. Сейчас перед нами график биткоина, да, то есть основного инструмента. Начинаем по традиции именно с данного актива. И давайте посмотрим, что у нас произошло за последнее время. Ну, во-первых, стоит отметить то, что сейчас по биткоину произошла некая смена тенденции, да, то есть если еще в начале прошлого года мы, в начале, прошу прощения, текущего года мы стремительно падали, да, и это падение, многие уже там приписывали к тому, что это уже конец эпохи криптовалюты, да, естественно, биткоин выстоял, вопреки сомнениям многих скептиков, и сейчас перешел в новую фазу, то есть это фаза, так скажем, накопления объема, да, то есть сейчас как бы мы видим то, что объемы на биржах покупателей, они постепенно растут, они с каждым разом становятся все больше и больше, да, и вот если смотреть с позиции технического анализа, то мы видим с вами то, что биткоин преодолел нисходящую линию сопротивления, да, то есть он перешел ее пределы, и сейчас в целом, да, на мой взгляд, дорога открыта уже к следующему уровню сопротивления в районе 12 400 долларов за одну монету, то есть, в принципе, сейчас я не вижу каких-то серьезных препятствий к тому, чтобы курс данного актива, да, устремился как раз в эту область. Если посмотреть, почему вот именно данный уровень, да, стоит принять во внимание 12 400, потому что на этом уровне мы видели неоднократные с вами остановки, как в падении данного актива, да, так же и в попытке его дальнейшего роста, вот, поэтому однозначно на этом уровне будет определенная консолидация, то есть при подходе к данному уровню, если вы уже находитесь в покупках, да, то можно будет часть позиции зафиксировать, да, остальное уже, ну, остальную часть можно будет поддержать в расчете на дальнейший рост данного инструмента. То есть на данный момент, как бы, самые актуальные рекомендации, на мой взгляд, выглядит именно покупка данного инструмента, да, и вот как раз ближайшая цель, цель на перспективу, возможно, это рамки, там, нескольких недель, возможно, это чуть подзатянется, но тем не менее 12 400 сейчас выглядит тем уровнем, как раз к которому, я думаю, в ближайшее время биткоин будет стремиться. Так как сейчас курс данного актива практически даже не реагирует на различные негативные новости, да, которые поступают извне, то есть в СМИ все равно остаются некоторые, скажем так, издания, которые негативно относятся к криптовалютам, вот, и даже несмотря на публикацию различных негативных новостей, да, биткоин это все благополучно игнорирует, и его курс продолжает свой стремительный рост. Вот, поэтому в данном случае, как бы, отметка 12 400, это, на мой взгляд, очень существенные перспективы на будущее. Вот, переходим к следующему активу, да, это эфир, вторая монета по капитализации, достаточно популярный, также актив среди трейдеров и инвесторов, и здесь у нас ситуация выглядит немного иначе, несмотря на то, что эфир, так же, как и биткоин, да, демонстрирует в последнее время неплохой рост, вот, здесь ситуация немного по-другому складывается, дело в том, то, что сейчас эфир торгуется в рамках восходящего тренда, да, локально восходящего тренда, но в случае пробоя трендовой линии, да, вот, которую тоже стоит принять во внимание всем трейдерам, торгующим данный актив, я думаю, то, что эфир может вновь, скажем так, потерпеть фиаско, да, и его курс может в очередной раз протестировать уровень поддержки, который находится на отметке примерно 610 долларов за одну монету, вот, то есть на данный момент перспективы эфира, естественно, также можно обозначить к дальнейшему росту, то есть примерно уровень 950 долларов за одну единицу, он в очередной раз может протестировать, то есть на данный момент по эфиру складывается некий диапазон консолидации, да, вот, между двумя уровнями, да, этот диапазон достаточно широкий, но здесь вы всегда можете получить альтернативный сценарий, то есть вы можете, ну, как бы сейчас, прикупив данный актив, установить минимальное значение стоп-лосса, то есть ограничить свои убытки можно очень в данном случае выгодно, потому что, как бы, сигналом к реализации альтернативного варианта будет как раз пробой и закрепление под такой линией поддержки восходящей, вот, и в данном случае, да, вы можете, соответственно, вовремя перевернуться и, соответственно, уже заработать на продаже данного инструмента как раз до ближайшего уровня поддержки, который находится, напомню, еще раз на отметке примерно 610 долларов за одну единицу, вот. Какие еще могут быть варианты развития событий, то есть в случае, если курс эфира, да, соответственно, закрепится выше уровня 957 долларов за одну единицу, то следующим уровнем сопротивления нас ожидает уровень 1100 долларов за одну единицу, да, то есть потенциал в сделке, в принципе, достаточно высокий, поэтому можно будет покупать при уверенном пробое и закреплении выше уровня 910. На данный момент все-таки оставляем основным сценарием именно покупку до уровня 957, ну и также рассмотрим альтернативу, то есть в случае закрепления под уровнем поддержки, да, восходящим, естественно, мы начинаем с вами открывать продажи до ближайшей поддержки на уровне 610. Здесь важно отметить то, что биткоин, да, так как является самой популярной криптовалютой, он также является неким локомотивом для рынка, то есть как только курс биткоина начинает расти, соответственно, практически многие монеты в этот момент также начинают показывать уверенный рост. Вот, поэтому стоит обращать внимание не только на картинку, вот именно графика, да, того или иного инструмента, нужно анализировать ситуацию на рынке в целом, то есть сначала нужно посмотреть, какие перспективы есть у основного актива рынка, да, чтобы примерно понимать, какую тенденцию стоит выбирать для торговли, ну а затем уже рассматривать каждый актив в отдельности, да, потому что, естественно, у каждого из них есть своя специфика, и, ну, каждый актив, он, естественно, имеет какой-то какой-то свой новостной фон, да, благодаря которому изменяется как раз его курс, то есть изменяется курс и предложение на рынке. Вот, что касаемо эфира, в принципе, я думаю, ситуацию мы с вами разобрали, да, все предельно понятно, то есть пока приоритет направим на покупки, все-таки тренд пока локально на рынке сохраняется в восходящем, но альтернативный сценарий все равно держим с вами в голове, потому что не ровен час, и он тоже может реализоваться. Ну вот, каких-то серьезных, там, новостей сейчас по рынку эфира мы не наблюдаем, поэтому в отсутствии каких-то определенных катализаторов и драйверов для роста, да, может реализоваться вполне и сценарий именно альтернативный. Переходим к следующему активу, это эфир классик, я думаю, те из вас, кто присутствовал на прошлых наших вебинарах, да, очень четко помнят ту рекомендацию, которую мы давали как раз по эфир классик. Соответственно, рекомендация была следующая, да, приоритетными были для нас именно покупки данного актива, и как раз целью мы ставили отметку примерно в 35-36 долларов за одну монету, которая с успехом у нас реализовалась. Вот, поэтому обращайте внимание на те рекомендации, которые мы даем в ходе наших онлайн-трансляций, а также те рекомендации, которые присутствуют в наших онлайн-чатах, да, потому что процент их реализации достаточно высокий, вот, и многие торговые идеи на протяжении 2017 года, да, и также в начале 2017 года уже себя реализовали, да, поэтому будем стараться придерживаться данной статистики и в дальнейшем. Какова перспектива рынка эфир классик сейчас? Сейчас мы протестировали, да, в очередной раз уровень сопротивления, да, в районе 36 долларов за одну монету. Естественно, с успехом мы от нее отбились, и сейчас, как бы, нас ожидает, на мой взгляд, небольшая консолидация по данному инструменту, то есть есть некий пограничный уровень, который находится на отметке 29,5 долларов за одну единицу, да, где, как мы видим с вами, была достаточно длительная проторговка, и этот уровень неоднократно выступал как сопротивлением, так и поддержкой для данного инструмента. Вот, сейчас мы как раз также находимся на этом уровне. В принципе, для трейдеров, которые не покупают валюту, криптовалюту на долгосрок, да, которые стараются по большей части работать в рамках одной торговой недели, можно рассмотреть вариант с покупками данной монеты, да, для очередного теста уровня сопротивления, который находится в области 36 долларов за одну монету. То есть, в принципе, пока такой сценарий выглядит наиболее приоритетным, вот, тем более с учетом того, что сейчас, как бы, опять же, явного новостного фона по данному инструменту не наблюдается, да, вполне себе могут перевести торговлю в режим, скажем так, техники, да, то есть поработать по уровню многие трейдеры, инвесторы, и, соответственно, сейчас торговля вот от уровня 29,5 именно в покупку выглядит наиболее приоритетным, на мой взгляд, вот, поэтому как раз к этой идее я рекомендую всем присмотреться в ближайшее время. Вот. Что касаемо следующего инструмента, следующим инструментом у нас выступает Zcash, вот, здесь у нас ситуация немного напоминает биткоин, да, графики даже немного похожи, вот, в неком роде, но по Zcash ситуация следующая, мы сейчас находимся, опять же, вблизи достаточно сильного уровня поддержки, вот, в целом, ну, как бы, каких-то серьезных перспектив, как к росту, так и к падению у данного инструмента нет. Наиболее вероятный сценарий реализации будем рассматривать все-таки с вами возможность покупки, да, как раз до ближайшего уровня сопротивления, который находится на отметке 452 доллара за одну единицу, вот, то есть на данный момент, так как последние несколько дней серьезных объемов на рынке не наблюдалось, естественно, можем с вами просто технично отработать несколько уровней, да, там, в рамках ближайшего месяца, в рамках ближайших нескольких торговых недель, вот, пока не появится каких-то существенных драйверов для роста данной монеты, естественно, будем, на мой взгляд, работать именно в рамках данного диапазона, да, который можно, вот, выделить здесь и, соответственно, который, на мой взгляд, будет, вот, наиболее актуален в рамках ближайших нескольких торговых недель, вот, поэтому сейчас для тех, кто привык использовать в торговле классический технический анализ, да, собственно, торговля от уровней, да, является наиболее приоритетной для кого-то. Те, я думаю, уже зашли в покупки, да, и, соответственно, целью для своей прибыли выбрали как раз именно отметку 452 доллара за одну единицу. Дальше у нас, естественно, перспективы уже более ясные, при пробое данного значения, да, естественно, мы можем показать более существенный рост, я думаю, он будет сопровождаться более высокими объемами покупателей, он будет более стремительным, соответственно, график будет подрастать с такими, скажем так, более высокими и большими свечами, да, у кого график отображается именно в данной, форме, я думаю, они именно на это обратят внимание, потому что рост будет, скорее всего, очень стремительным при пробое и закреплении выше данного уровня. Поэтому, покупая сейчас, опять же, рекомендация такова, что часть объема можно будет зафиксировать, ну, либо продать на рынке именно при тестировании значения 452 доллара за одну монету, затем, если все-таки реализуется сценарий пробоя данного уровня, тогда, естественно, мы с вами покупаем и рассчитываем на молниеносный, по сути, выстрел со стороны вот как раз монеты ZipGash. Переходим с вами к следующему активу, здесь мы сейчас рассматриваем график Манера, вот, и по Манера ситуация складывается следующим образом, да, мы также сейчас находимся в области определенной консолидации по данному активу, давайте ее выделим сразу, да, чтобы понимать некие перспективы того, как дальше будет реализовываться план по данному инструменту. Здесь у нас перспектива следующая. У нас есть несколько уровней пограничных. Уровнем поддержки на данный момент выступает отметка 252, уровнем сопротивления выступает отметка примерно 311-312 долларов за одну монету. Так вот, на данный момент, так как мы находимся в пограничной зоне, то есть мы находимся очень близко к уровню сопротивления, да, и не так далеко практически отошли от уровня поддержки, поэтому здесь, на мой взгляд, будет самым идеальным вариантом классическая работа от уровней, то есть при тестировании уровня 311 мы, естественно, готовимся с вами к продажам. Ближайшие наши цели с вами будут это 252, это первый уровень, да, который данный актив сможет протестировать. Ну и дальше посмотрим с вами на реализацию сценария, когда актив может свалиться даже до отметки в 180 долларов за одну единицу. То есть, в принципе, это как раз два уровня, которые можно обозначить в качестве цели в том случае, если вы надумаете для себя открывать продажу. Также не стоит упускать из виду сценарий того, что данный актив может преодолеть с успехом данную область сопротивления, да, и тогда следующей целью для него уже будет отметка в 379 долларов за одну единицу, ну, практически 380, скажем так, то есть, округлим, там, в принципе, несколько, а там, поинтов, значения не имеем. Вот, в принципе, здесь картинка достаточно, опять же, техничная, то есть, уровни располагаются, да, обратите внимание, примерно на одинаковых расстояниях друг от друга, то есть, в данном случае нужно просто дождаться, на мой взгляд, некого сигнала для действия, то есть, пока на данный момент мы все-таки находимся в такой стадии неопределенности по данному активу. Вот, те, у кого есть покупки, естественно, да, лучше всего их удерживать как раз до ближайшего уровня сопротивления, те, кто, ну, вдруг еще находится в продажах, да, естественно, попытаемся дождаться вот реализации сценария падения. Просто на данный момент действительно мы видим то, что падение предыдущего дня сегодня курс с успехом уже поглотил, то есть, в принципе, ярко выраженных сигналов на данный момент на рынке нет, поэтому не будем с вами заострять внимание на этом активе, и давайте перейдем дальше. Следующим инструментом у нас выступает Litecoin. Здесь ситуация чуть более ясна, здесь уже есть некая тенденция, да, к которой можно присоединиться, да, с успехом и постараться реализовать некоторые позиции. Ну, во-первых, мы видим то, что за последнее время Litecoin также показывает уверенный рост, то есть, в целом, как бы, тенденция, что называется, бычья, то есть, в данный момент, естественно, сейчас на рынке, да, самыми актуальными сделками будут сделки именно на покупку, вот, поэтому основным сценарием, да, все-таки с вами будем рассматривать именно покупки, и ближайшая цель для покупателей будет отметка в 234 доллара за одну единицу. На мой взгляд, именно там располагается определенный уровень сопротивления, да, на котором можно будет уже зафиксировать либо часть позиции, да, либо всю позицию целиком и ждать уже дальнейших сигналов к росту, либо к падению. Какой сценарий мы можем рассмотреть далее после тестирования уровня сопротивления в районе 234? Ну, естественно, пробой и закрепление выше данного уровня откроют нам с вами дорогу к следующему уровню сопротивления, который располагается на отметке 283 доллара за одну монету, то есть в целом, опять же, мы с вами можем увидеть, да, то, что диапазоны, которые преодолевает данный инструмент, они примерно одинаковые. Вот. И в целом, то есть, любой актив, да, на мой взгляд, тот же самый, например, биткоин, он движется определенными шагами, то есть есть некий диапазон, проходя который, да, любой актив, ну, как-то угасает его, там, либо рост, либо падение, он входит в некую область консолидации, да, и ждет каких-то новых сигналов, то есть набираются новые объемы либо покупателей, либо продавцов, ну, и затем после, там, какой-либо новости, либо просто на высоких объемах он начинает либо стремительно расти, либо стремительно, опять же, падать. Вот для лайткоина как раз это расстояние примерно в 50 долларов, то есть здесь как раз мы видим то, что вот такие сценарии, они очень хорошо реализуются, то есть вот примерно, опять же, вот мы видим то, что вот последнее падение, да, если обратить внимание, вот на эту ситуацию, то как раз оно тоже было примерно в пределах 50 долларов, то есть когда у нас лайткоин упал с отметки 260 примерно до уровня, чуть повыше, да, там 210, да, там примерно 205-210, то есть примерно 50 долларов вот для лайткоина, это такой средний ход, да, который он преодолевает и после которого наступает на рынке определенная затишье. Вот, поэтому сейчас, как бы, так как мы последний сигнал получили именно в покупку от уровня 179, там, 180 практически, да, до уровня 234-230 мы можем смело эти покупки удерживать и не бояться, в принципе, каких-то других альтернативных сценариев. Так, следующий инструмент – это DashCoin. Здесь у нас тоже картинка очень ясная достаточно. Также фаза снижения по данному инструменту, на мой взгляд, уже закончилась, и в целом мы сейчас переходим либо в фазу консолидации, либо уже дальнейшего роста. Но так как, опять же, сейчас, как бы, все криптовалюты не показывают такой серьезной динамики роста, да, как это было в прошлом году, DashCoin, естественно, не является исключением и демонстрирует примерно схожую динамику торговли с другими криптоактивами. На данный момент самый актуальный прогноз, который можно дать по данному инструменту – это, естественно, покупка с возможностью роста до уровня примерно 720 долларов за одну единицу. То есть, в принципе, это сейчас, как бы, выглядит наиболее приоритетным, потому что, опять же, да, мы видим то, что стадия снижения, она сейчас практически уже подошла к концу, покупки внизу были на достаточно крупных объемах, поэтому сейчас рынок переходит либо в фазу флэта, да, так называемого бокового тренда, либо меняет направление совсем на восходящий тренд. Вот, и здесь, так как сейчас, как бы, у нас фаза флэта, да, она, в принципе, нам позволяет с вами безбоязненно открывать покупки и ждать возможного теста уровня сопротивления, который находится в районе 720 долларов за одну единицу. Обратите внимание, что, опять же, очень похожими являются вот расстояния между уровнями, да, то есть, таких серьезных расхождений между ними нет, вот, поэтому работать с каждым криптоактивом, да, можно очень здорово и по техническому анализу, то есть, опираясь не только на новостной фактор, но и, соответственно, на те уровни, на которых были собраны или набраны, да, очень крупные объемы, и благодаря этим уровням, я думаю, цена все время будет получать либо определенную поддержку, да, либо получать некое сопротивление, от которого, естественно, мы увидим снижение котировок. Переходим к одному из самых интересных для многих трейдеров активу, а именно Ripple, потому как технология, да, Ripple, она сейчас активно обсуждается в СМИ, естественно, с ней работают крупные финансовые институты, это тоже, я думаю, многим сейчас известно, вот, даже несмотря на то, что на данный момент стоимость одной монеты сейчас находится ниже одного доллара, да, все равно в данный инструмент очень многие верят, и, что немаловажно, да, создатели проекта Ripple, да, они, ну, как бы не стоят на месте, скажем так. Насколько мы знаем с вами, да, состояние тех людей, которые участвовали в разработке проекта Ripple за прошлый год, да, но поднялось просто до астрономических цифр, да, они там в моменте просто стали долларовыми миллиардерами, некоторые из них даже вошли в список Forbes, вот, и, соответственно, я так понимаю, останавливаться на этом они не собираются, да, и сейчас они различные контракты подписывают с многими фирмами, развивают свою сеть именно Ripple. Вот, что сейчас происходит с данным активом, причем, кстати, важно отметить то, что за 2017 год, да, Ripple даже опередил биткоин при росте в стоимости, то есть это тоже интересный инструмент, на который всегда стоит обращать внимание, тем более стоит он не так дорого, как биткоин. Так вот, по Ripple сейчас картина следующая, да, опять же мы завязли возле некоторых уровней, да, на которые, естественно, стоит обратить внимание, это первый уровень 1.16, и, естественно, следующий уровень это 0.82, это уровень поддержки, но 1.16 это уровень сопротивления. Стадия у нас сейчас примерно такая же, как и на многих криптовалютах, я думаю, вы обратили внимание, да, то, что по многим криптовалютам очень ситуация похожа друг на друга, то есть тот же самый ZipCash взять, а можно взять Monero, Litecoin, то есть все они практически повторяют друг друга, графики очень похожи, поэтому в данном случае, да, можно вкладывать не только в одну криптовалюту весь свой капитал, лучше всего, естественно, его диверсифицировать на несколько инструментов, что позволит вам, естественно, снизить рисковую нагрузку на ваш торговый счет. Вот, по Ripple основные рекомендации будут следующие, то есть это покупка, естественно, данного актива с целью роста до ближайшего уровня сопротивления, которое располагается в районе отметки 1.16. Вот, то есть на данный момент, с точки зрения фундаментальных факторов, с точки зрения технического анализа, этот сценарий выглядит самым благоприятным, и я думаю, реализуется он уже в ближайшее время. Вот, поэтому обратите внимание, данный актив действительно сейчас стоит рассматривать с точки зрения покупателей. Тем более мы видим то, что продолжительное время мы торгуемся как раз вблизи уровня поддержки, поэтому шансы для выгодной покупки у вас еще есть. Вот, поэтому не стоит упускать эту рекомендацию, и я думаю, ею уже стоит пользоваться в ближайшее время. Вот, в целом дальнейшим сценарием, естественно, может стать пробой уровня 1.16, выглядит, на мой взгляд, он наиболее перспективным, и следующей целью для покупателей будет отметка в районе 1.63,5. То есть, ну, примерно, да, 1.63-1.65. То есть, это вот те значения, в которые, я думаю, в рамках которых, я думаю, в ближайшее время будет вестись торговля по данному активу. И последний инструмент, который на сегодня мы с вами разберем, это биткоин кэш. Тоже очень популярный инструмент, особенно в моменты серьезного снижения курса биткоина, да, биткоин кэш набирал очень высокую популярность, и на данный момент по нему ситуация следующая. Мы, опять же, получили с вами очень четкий сигнал на покупку данного актива от уровня примерно 1100 долларов за одну единицу. Вот, ближайшей целью для данного актива будет выступать отметка примерно в 1500 долларов за одну единицу. То есть, сейчас, у кого еще нет позиций по данному активу, кто только начинает к нему присматриваться, да, я рекомендую начать это делать именно с покупок. И вот на данный момент есть хорошая перспектива заработать несколько сотен долларов на движение как раз данного актива до уровня 1500. Ну, вот как раз данный актив также интересен с той целью, что у него есть некая область, да, вот давайте ее выделим специально на графике, вот она, эта область. То есть, если, допустим, мы обращали с вами внимание, что другие активы, да, они, у них уровни сопротивления и поддержки располагаются достаточно плотно друг к другу, то у Bitcoin Cash есть достаточно большое пространство размером примерно в 1000 долларов между следующим уровнем сопротивления, да, вот между уровнями 1500 и 2500, у нас целая 1000 долларов, которую Bitcoin Cash в случае пробоя и закрепления выше уровня 1500 может преодолеть буквально в моменте. Опять же, обращаем с вами внимание на историю, видим с вами то, что Bitcoin Cash это уже демонстрировал, поэтому, на мой взгляд, не будет никаких препятствий, если курс данного актива, да, в случае пробоя и закрепления выше уровня в 1500 практически моментально устремится как раз к уровню 2500 долларов за одну единицу. Обратите на это внимание и учитывайте это в своей торговле. На данный момент приоритетный сценарий, естественно, покупка до уровня 1500 за одну единицу. На этом техническую часть мы с вами заканчиваем. У нас есть несколько минут для того, чтобы ответить на ваши вопросы. Соответственно, давайте мы с вами сейчас подробно об этом пообщаемся. Задавайте все свои вопросы в чате, которые у вас есть у каждого в своей комнате вебинара, в который вы сейчас зашли. Сейчас подробно на них ответим. Спрашивают, как насчет хардворка у Монеро на 14 марта. Ну, вы знаете, реакция на хардфорки, она у каждой криптовалюты разная. То есть здесь как бы однозначной рекомендации дать сложно. Опять же, я ориентируюсь и на фундаментальные факторы, да, и на технические моменты. Как мы уже с вами просматривали, да, Монеро, то есть в целом, я думаю, то, что несмотря на возможный хардфорт, движение будет все равно происходить в рамках уровня. Возможно, у нас ожидают некие ложные пробои, то есть, возможно, в моменте цена может улететь на астрономическое количество пунктов, но я думаю, что движение внутри дня этим и ограничится. Здесь очень сложно предсказать, куда точно цена может направиться после этого, потому что хардфорки бывают как удачные, так и неудачные. То есть однозначно сказать сложно. Я буду придерживаться именно того торгового плана, который я озвучил буквально несколько минут назад по Монеро, потому что, на мой взгляд, это самый наиболее такой перспективный сценарий. Спрашиваю также, какой прогнозируемый курс биткоина на начало 2019 года. Здесь важно понимать то, что криптовалюта – это такая сфера, которая меняется с каждым днем. Сейчас вообще в целом система блокчейна развивается. И что можно сказать по поводу курса биткоина на начало 2019 года? На мой взгляд, каких-то сильных ожиданий на новый исторический максимум строить, наверное, пока рано, то есть выше 20 тысяч долларов, я думаю, в рамках 2018 года курс биткоина не заберется, несмотря на всю его популярность, даже для многих людей, которые о нем, в принципе, не знали ничего до некоторого момента. Вот, поэтому, как бы, обесценивание его полностью, да, нас тоже, я думаю, не ожидает. Вот, ну и какие-то новые исторические максимумы, я думаю, обновлять он не соберется. Вот, поэтому, если у вас есть определенные планы по торговле биткоином, то, я думаю, их можно будет реализовывать как раз в рамках нескольких месяцев, то есть, там, ну, либо нескольких недель. Опять же, вам в помощь, да, наши регулярные вебинары на тему криптовалюты, а также вы можете получать регулярно рекомендации в нашем крипто-канале, да, где как раз мы анализируем ситуацию, которая происходит здесь и сейчас, и даем рекомендации, которые, реализацию которых мы ожидаем уже в ближайшем будущем. То есть, таких глобальных планов, да, мы на данный момент не строим, потому что, ну, это актив, который, во-первых, стоит, да, не забывать, что ничем не подкреплен, вот, и, как бы, очень сложно предсказывать такой глобальный отрезок, да, такой масштаб поведения криптовалюты. Эфир классик после форка, как себя поведет. Да, здесь, опять же, да, еще раз вам говорю, то, что в тех сценариях, которые я сегодня озвучил, да, я, естественно, учитываю весь информационный фон. Просто если бы мы с вами сели его сейчас обсуждать, да, нам бы с вами, я думаю, не только бы часа не хватило, мы бы с вами засели до следующего дня, наверное, обсуждая все новости по крипторынку. Просто я, опять же, да, как бы, готовясь к данному мероприятию, естественно, изучил весь основной новостной фонд, да, который ожидает вот наши самые популярные криптоинструменты. И думаю то, что, несмотря на ближайший форт, сильно это не повлияет на нас. То есть таких сценариев, которые мы видели в прошлом году, да, когда у нас любая новость могла подтолкнуть курс криптовалюты к обновлению очередных максимумов, я думаю, в рамках текущего года такого у нас не произойдет. Поэтому торговлю я буду производить согласно тому плану, который я наметил как раз на эфир классик. То есть это возможная консолидация между уровнями. В случае, если мы преодолеем по эфир классик, да, последний уровень сопротивления, да, который был отмечен на графике, это в районе, там, 36 долларов за одну монету, вот тогда уже, да, можно будет говорить о том, что мы, возможно, обновим исторический максимум. Хотя, опять же, да, обратите внимание, насколько агрессивно его продавали на максимум, да, то есть курс просто моментально скатывался вниз, причем на достаточно сильных объемах, вот. Поэтому, если вы намерены покупать данную монету в расчете на то, что он обновит исторический максимум, держите руку на пульсе, да, будьте готовы продавать в любой момент. Паттерны на альткоинах сейчас не работают вообще. Ну, смотря какие вы применяете, здесь уже нужно более конкретно подходить к данному вопросу, соответственно, и на каждом графике, да, рассматривать каждый паттерн отдельно. Как часто будут проводиться подобные вебинары? Напоминаю, то, что наши вебинары проводятся каждый четверг, время встречи 19.00 по Москве, вот. Поэтому присоединяйтесь, будем всегда рады вас видеть. В данном случае, как бы, а также не забывайте про наш крипто-чат, где мы всегда с вами на связи, где всегда мы с вами готовы пообщаться на тему крипто-рынка, дать какие-то свои идеи, прогнозы, мысли по данным, по любым инструментам, да, которые являют, ну, как бы, входят в категорию топ, как минимум, 10 хотя бы, да, или там, топ-50. Потому что монет на крипто-рынке сейчас создано огромное количество, да, заниматься анализом всех монет, я думаю, не имеет смысла, да, иначе мы просто будем заниматься именно аналитикой, да, но зарабатывать никто из нас не будет. Все-таки, я думаю, каждый пришел сюда именно за деньгами, да, и каждый хочет извлечь определенную выгоду для себя на рынке криптовалют. Как правило, наши аналитические прогнозы, да, направлены на те инструменты, которые были озвучены нами, ну, точнее, в ходе сегодняшнего вебинара. Так, еще один вопрос. Какая точка входа в криптовалюту правильная для ланга? Ждать просадки, какая была недавно, это повторится. Ну, на мой взгляд, сценарий подобной просадки, да, когда у нас курс, там, биткоина и всех других альткоинов начал стремительно падать, да, я думаю, такого сценария сейчас уже ожидать не стоит. Вот. Пытаться подловить, скажем так, наиболее выгодные цены тоже, наверное, не всегда хороший, как бы, сценарий, потому как не всегда это можно реализовать. А потом, когда вы уже затянете с покупками, да, войдете в рынок, да, уже тогда станет поздно. Вот. Поэтому я предлагаю действовать здесь и сейчас, и, соответственно, работать в рамках тех рекомендаций, да, которые вы получаете от нас в крипто-чате, в канале по криптовалютам от компании Аммаркетс, ну и, соответственно, на наших онлайн-встречах. Программы для теханализа здесь ничего не могу вам сказать, потому как не совсем понятна суть вопроса. То есть технический анализ, он, как бы, его можно изучать различными способами, да, можно это делать на практике, можно с помощью специальных, там, курсов и так далее, и тому подобное. Итак, вижу то, что вопросы постепенно заканчиваются, вот. Поэтому, уважаемые трейдеры, со всеми был рад встрече. Желаю всем успехов в торговле. Не забывайте, опять же, присоединяться на наши каналы, да, то есть это крипто, Аммаркетскрипто, то есть это те чаты, в которых вы можете для себя найти массу полезной информации для торговли, которую можно с успехом применять на рынке криптовалют. Напомню, меня зовут Калин Виктор Юрьевич, являюсь практикующим трейдером, финансовым аналитиком компании Аммаркетс. Всем спасибо за внимание, хорошего вечера и успехов в торговле. Всего доброго, до свидания. Продолжение следует...